Ну что ж, дамы и господа, мы с вами сегодня начинаем очередной день нашей ДПЛ-лиги. У нас тут будет целая-целая серия Best of 3. Яхоум против Сагов будет играть для нас первую из них. И мы тут уже наблюдали отчасти и Сагов не так давно, и Яхоумы тоже уже показывались. Как там вчерашний день прошел? Ты не видел, по-моему? Ты вчера не комментировал? Вчерашний день я не видел, я комментировал финал. Мы с тобой Сагов смотрели позавчера. В Prime League позавчера, да. Саги у нас играли против RNG и вообще никакую доту не показали. Как-то безидейно их переехали. Поэтому, я думаю, здесь в этой же серии они тоже будут выступать в роли аутсайдеров. Хотя неплохую доту показывали буквально месяц назад. Яхоумы безоговорочный лидер этого дивизиона. 6-0 пока идут. Обыграли в очном противостоянии LGD. Это очень важно. Как раз-таки 2-1 у них там был счет в серии. И это о чем-то уже говорит, что яхоумы реально разгоняются потихоньку. И состав, в принципе, у них для этого очень неплох. Да, у них реально хороший состав из тех игр, которые я смотрела. Это действительно была очень классная дота. То есть мне кажется, что они вполне заслуженно пока что движутся в роли фаворитов этого турнира, этой лиги. Но и здесь мы видим то, что саги пока, ну, в принципе, пикают без особенностей, какие мы наблюдали в прошлый раз. Шейкер плюс Джакира. Интересная связка у них получилась саппортящей, скорее всего. Куда у нас Шейкер пойдет? Но пока такой маг-проказ здесь очень красиво вырисовывается. Маг-проказ красивый. Джакира мы вообще привыкли видеть с тобой, по-моему, два раза уже видели. Нагу. Нагу, да, вроде. Она появлялась как раз-таки вот в том матче во второй карте РНЖ против Sparking Arrow Gaming. И вполне возможно, они себе ее сейчас заберут, эту Нагу. Здесь она тоже вроде смотрится, опять же. Вроде есть хороший маг-проказ, но если она там доживает до какой-то тараски, то этого проказа-то уже не хватит. Личпак там и Эмбер Спирит ее уже вряд ли начнут пробивать. Поэтому, возможно, этот герой у нас появится. А вот Ихома мне нравится то, что они не боятся экспериментировать. Я уже на четвертой позиции у них видел Клинца. Вот Ластилер как раз появляется. Герой, которого мы, по-моему, с тобой обсуждали. Что, возможно, может он заехать когда-то. И вот он как раз-таки появляется, опять же. Эмфес-бомба, очень крутая подпака и под Эмбер Спирит, который там рано или поздно соберет Аганим на очень дальние дистанции. Возможно, как раз... Это что-то из серии, знаешь, Шторм Спирита. Самая крутая Эмфес-бомба всегда была со Шторм Спиритом, потому что он мог любую дистанцию пролетать. И вот Эмбер Спирит как раз-таки с Аганимом, может, что-то из серии этого Шторм Спирита, тоже может начать драку за 3-4 тысячи рейнджа. Это так. Ну и здесь, видимо, то, что тоже есть чем помочь этому Эмберу. Пак очень хорошо под него вписывается. Дримкоил, все дела. И здесь вопрос больше, куда у нас... Кто пойдет? Сайлор, он, в принципе, не любитель, насколько я помню, был Эмбер Спирита, поэтому, скорее всего, следующий у нас персонаж будет пикаться именно для него. А пока у нас Нага Сирена появляется как раз, которую мы обсуждали только что, под Джакиром, под Шейкером. Это все, но здесь хорошо, на самом деле, ставится. Против Ластилера она всегда была довольно-таки неплоха, хотя... Посмотрим, как здесь будет Ластилера играть. Может быть, через... Ну, вряд ли через Армлет, какой-то, наверное, через Майл Штром, скорее всего, первым артефактом, а дальше уже начнет разгоняться, потому что что-то нужно, чтобы в дальнейшем убивало иллюзии. Опять же, может быть, через какой-то Рейденс сыграет. В общем, интересный выбор будет за ним постоять. Ну что ж, можем вообще смотреть здесь за тем, что конкретно он собирал раньше. Да, Сайлор как-то запутался, должен будет на Ластилера, скорее всего, играть. Мы будем ждать здесь... Кого? Оффлейнера, четверку, пак четверка Ли. Сейчас узнаем по бану мнения на этот счет с парки на роге Имминг, но вообще тут он вполне может на сопротивляющей позиции посидеть. Пак четверка смотрится. Есть какого-то мощного сейчас... Мощную трешку. Мощная трешка — это Марс. Вот здесь вот она прям... Прям хорошо заходит. Пак Марс, во-первых, лайн хороший. Можно убивать вот этих Джокиру, там много сирен, иллюзии разваливать. Очень хороший прокаст. Опять же, и щитом, и копьем, и пак дает этот прокаст. И он даст АУЕшку. Неплохой АУЕшку, которая тоже будет убивать вот эти иллюзии. Да и драться некомфортно там Джокиру, Эф-Шейкеру. Если попадают в арену, то оттуда уже не уходят. Ну и плюс Марс может собрать каких-то ауров на команду, пока с этим немного слабовато, и пак вряд ли захочет это делать. У него немного другие приоритеты, если он на тройке. Так что, да, скорее всего, будем сейчас оффлейнера ожидать. Забанили андерлорда. Ну, герои с аурами как раз-таки опять же против наги. Это Рейзер в миддл? Я так понимаю, или... Ну, Эмберу будет непросто. А, Рейзер трешка. Рейзер трешка против ластилера на топ. Не факт. Может. И Квапа пойдет на трешку. Может и Квапа. Ну, мне кажется, Квапа мид, хотя... Да, может и Квапа на трешку. Хороший лайн тоже. Квапа шейкер. Рейзер в миддл против Эмбер спирита. Отлично. И Джокира с ногой сиреной. Я думаю, это прекрасно понимают и хомы. У них вообще времени остается. Сейчас посмотрим, как они лайн свои сделают. Ну, Кентавр, да. Еще один из вариантов. В принципе, против Рейзера хорошо. Против Квапы. Ну, и под Инфес тоже. Опять же, да. Черная Инфес бомба. Я бы делал так. Я бы пак оставил в миддл, так и происходит. А Эмбера оставил бы на четверку. Это XenQ, Эмбер спирита. Они очень грамотно сделали, потому что Эмбер спириту здесь не жить. Потому что DD это миддер команды спаркинг и рогейминг. Соответственно, Рейзер отправляется в мидд. Хотели его против Эмбера поставить, но очень круто свапнулись. И вот здесь вот этот флекс между Эмбер спиритом и Паком, он очень круто заходит. Опять же, Эмбер спирит играется на четвертой позиции в Китае. Это не в новинку. Вот. И Пак отправляется в миддл против Рейзера. Опять же, он будет в безопасности стоять. Просто будет с Сайллса отпрыгивать от стати клинка. Эмбер спирит просто под Кентавра там стоит, поможет ему против Джакира. И они убивать хорошо могут. Потому что вот на самом деле лайн-пак Кентавр, он, ну, по-хорошему, он не убивает, да? Потому что Джакира тебе кинет просто дуэл-брис, и ты уйдешь. Тебе Кентавр просто под замедлением не догонит. А Эмбер спирит из-за того, что у него есть чайны, он может связать этого там Джакира, и Кентавр уже подбежит под санчик. Да, то есть мы видим то, что здесь достаточно много контроля у нас получается. Вообще крепкий пик у Ехоум со всех сторон. Хороший. Да, пронаблюдать. Спаркин и Рогейминг, на самом деле вот они действительно что Разором, что Квапой закрывали медового Эмбера, и на него рассчитывали, это было очень заметно. Но здесь все-таки дело пришло к тому, что Эмбер четверка. На самом деле он суммарно, если вот смотреть каждую игру, которую лично я наблюдала с четверкой Эмбером, он демож очень много наносит. То есть это по итогу такой один из саппортов, который очень опасен в файте, потому что, ну, по факту он и развивается, так же, как и кор Эмбер, то есть он собирает все те же артефакты, просто с меньшей скоростью, думаю, что тоже нет смысла от этого отказываться. Вот, достаточно активен, как правило, в перемещениях, но вот недостаток экспы, как правило, делает его не особо полезным, когда дело касается дальнейших, там, выходов на мид и так далее. То есть там ему трудновато бывает на лоу-левелах. Смотрим, расходится у нас на топ Файпиан и Вай. Опять же, к ним идет туда Эмберспирит на помощь. Ну, классика, да, жанра, что любая команда просто идет в свой сложный лайн и оттуда пытается забрать две руны. Очень хочется посмотреть тут драку хоть разочек, да, когда три героя встречаются на этих баунтирунах и дерутся. Раньше просто это было постоянно, а сейчас пытаются все слишком пассивно действовать. Ну, видимо, считают, что не стоит. Да, вот это. Пытается обмануть, там, забежать за спину, может быть, какую-то руну там забрать, но обычно это все контролится. Да, видим то, что здесь, в принципе, как всегда, по две рунки с каждой стороны будут у нас забирать, пытаться, по крайней мере. Но пока вижу то, что здесь вот много, в случае чего будет чек и чего-нибудь там на линии будет происходить. И мы видим то, что здесь пока два саппорта собралось у нас, но ясное дело, что, скорее всего, Эмбер останется на этой линии находиться. Медовый пак, вот, конечно, интересно, что он будет здесь делать, как собираться. Может, даже дело об агонимчике тоже имеет место быть? Я думаю, либо магический прокаст, либо физа просто вот после фикса, когда ему пофиксили... Пичку после этого шифта, да. Да-да-да. С талантов, соответственно, вот он перестал быть уже. Ему дэмэдж пофиксили еще. У него дэмэдж там серьезный был на 10 уровне, а сейчас плюс 25 к урону всего лишь. Был, по-моему, чуть ли не плюс 50, что ли, 60, что-то из этой серии. Стало плюс 30, а вот сейчас еще после этого среза на 20%, вообще плюс там 25. Поэтому... Неприятно. Не особо приятно, да, теперь физой играть на паке. Так, вот сейчас пак еще 16 дэмэджа лишился. Не так много в целом. Статик линг первого уровня он быстро дэмэдж не откачивает, а когда он будет уже второго, тогда пак будет и улетать от него активнее. Так, у нас по линиям что получается? Пока ничего необычного, да, в целом здесь расставились, как и должны были изначально. Ну и клопа на тройке у нас будет вместе с шейкером развлекаться. Вообще, хотелось бы от сагов в этот раз поярче игру увидеть. Будем надеяться, что у них тут все будет хорошо. Очень хотелось бы увидеть поярче игру от мидера команды SSG. Это Диди, потому что он вот в предыдущей серии против ранжей он не блистал. Мягко сказать, не блистал. Поэтому будем надеяться, что он здесь покажет. Ну, Разор такой персонаж, который наверняка не всегда что-то показывает, так что здесь надежда на это есть, конечно, но я думаю, что не супер большие. Вообще, Разор мид — это тема довольно локальная, очень хорошая для выигрывающего не лейнинг-стадии, но дальше бывает такое, что по игре ему просто места не находится. Здесь увидим уж, как оно будет, потому что здесь тоже очень много всего есть под него, под сон Наги. Вообще, в принципе, здесь игра, видимо, будет строиться от сна Наги. И там с его ультой можно будет очень много демо же показать. Тем более, что из ловкачей здесь только четверка Эмбера, и все. Ну да, будем смотреть. Я думаю, Рейзер тут исключительно был взят против Ластилера. Опять же, тут и Нага Сирена хорошо против Ластилера работает, и Рейзер хорошо работает против этого героя. Но как это будет исполняться, вот тут большой вопрос, потому что мы прекрасно знаем, что люди не роботы, и фейлят очень много. Ну, учитывая то, что у Разора два персонажа, доспыла проходят через иммунитет к магии, там напылить очень сложно. То есть успеть все равно всегда по нему можно дать все, что ты хочешь. Никогда не дооценивай человеческую тупость. Вот это вот самый главный момент, который может произойти. Так, у нас снизу убивают Лича все-таки. Ну что ж, первая кровь для АОП. Он рад, потому что его немного подкормили. Ну и увидим то, что он сейчас уже со стиками замакшенными и будет впитывать себя. И Джекирос у нас погибает наверху тем временем. Здесь подзадавили саппорта в ответ, то есть фрагами разменялись по факту на хард-линиях с двух сторон. Да, работает эта комбинация, как раз-таки чайный стан. Хорошо здесь подловили Джекиром, который вышел прямо сразу на Эмбера и Кентавр уже подошел. Айспас не качает, соответственно, не может никак тормознуть набегающего Кентавра. Только там под замедление определенное, и поэтому... Станчик хорошо заехал к Синкью. Тут сейчас еще могут под чайные опять же цепануть Нагу, но нет. Тут Джекиро подошел, Феликсник. Аванпот захватывает снизу. Ну, довольно ранний тайминг. Сейчас это так чисто, чтобы был. И хочет попытаться на Амид фисурку кинуть. В целом шансы у него есть. Возможно, есть какая-то инфа по поводу того, что у него с Маной небольшие проблемы. Если ему сейчас прямо не доедет Боттл, это будет очень круто. Ну, видим то, что пока он притаился, притаился прямо на Варде, его прекрасно видно, поэтому, скорее всего, подставляться здесь пак не должен. И придется выйти. Опять же, этот Вард, который чекают постоянно у нас. Все команды в мире подбегают сюда и просто там телом прочекивают этот Вард, потому что этот Вард очень частый, который становится. Поэтому почему-то не сбили его. сверху у нас к Синкью загулял. Да. Тут ловит Рад Панда. И у нас борьбу за рун выиграли Саги, забрал ее себе Шейкер. И продолжается борьба там уже у Розора, но Розор, видимо, так сверху пытался эту рунку достать на случай, если бы она там заспавнилась. Так, что там? Как погиб? А, он вообще далеко зашел. Эмбер просто загулял. Загулял, его там Джекера поймал. Без каких-либо вопросов. Пока чуть-чуть доминирует у нас Саги по фарму. Как раз таки это все отображается у нас в золоте, да, чуть меньше тысячи они ведут. Ну, по сути, Нага нормально фармит, то есть, чтобы здесь не происходило на линии по крипчику, у нее все хорошо, добивает и не мешает ей особо Фейбьян, но пока он левел еще столько не набрал. Но вот видим то, что уже пробивать немного начинает Нагу. Опасно, опасно. Фейбьян на самом деле здесь загуливает, потому что четвертый левел здесь у Наги, хотя могли бы на самом деле пойти попытаться здесь как-то забрать. Ну, айспаса не хватило, на самом деле. Подышать, скорее всего, было бы слишком мало на него. Подышали пока на Ксин-Кью. У него есть второй левел Чейнов, и он совершенно без Флейнгварда решил играть, так чисто на команду свою. И Рунку забирает все-таки Ксин-Кью, не пытался даже особо припликать и Джакиро, он хотел, видимо, ее задонарить. Опасно, Ротландо загуливает здесь, особенно Ксин-Кью, да, Чейны он уже провязал, поэтому не решили здесь идти. Тут активность пойдет с получением шестого уровня на Кентаври и, конечно же, на паке. Вот пак уже практически когда-то, что левел дошел, и он под Дрим Койл может куда-то выйти. Там пытался на Сан-Тусей забрать вражескую Баунсерону, но ему не дали это сделать, так что все закончилось для него пустой бутылкой. Пока никто не умирает из саппортов, чтобы ему подвезти. Видим по Нетверсу то, что очень неплохо вырвалось вперед Нага относительно своей команды, но самое главное, что примерно при тех же пакетистов у нас оказывается и вражеский Перри, Лайфстиллер. У него отставание всего лишь сотку золота сан-Тусей очень опасно делал, на самом деле на одну тычку там ухватило, Firefire еще выпил, что очень круто сделал Диди. Пак подбил двух крипов, хотел на них прыгнуть сайленсом, и в этот момент Диди прожал фортификейшн, и у пака не получилось ни крипов добить, и он еще чуть-чуть рейзорами отдался. Нападение здесь, в нижнюю руну пытается улететь, но там лич волшебство забрал, потому что там по шейке как раз-таки подходил и пытался побороться за эту руну, поэтому паку руны вообще не достаются, хорошо здесь суппорты действуют, кентау уже с вангвардом, отлично, здесь нага сирена сейчас перестанет его пробивать, в принципе. Да, мы это видим здесь, но пока на миде все-таки пак немного по деньгам переиграл, но сейчас просто сбрил его Диди, хорошая фиссура получилась, все-таки здесь терлись два саппорта у Диди не так долго, как у пака, и достаточно много экспы у пака своровали. Нага пробивает и здесь, но вряд ли догонят, хотя очень-очень больно пробивает, сейчас вот давайте еще по тычечке, хорошо дабл эйдж, но чуть-чуть нужно фистыть, 9 секунд еще до отката, поэтому здесь точно тоже. Ну, чайные дамы крипы под тавром были, очень мало крипы, рейнджа не хватало, без фистов не кастанул бы. Это да. Ну, выгнали нагу, это самое главное, и она сейчас, я думаю, в лес уйдет, потому что у нее есть отличная такая раскачка, топорик, есть три банда и перчаточка на скорость, поэтому спокойно может лес уходить, оставлять верхнюю линию для какого-то суппорта. Да, иллюзий на троечку более чем достаточно для того, чтобы идти и фармить лес, тем более, что сон она не качает, как в принципе дефолтная нага, поэтому здесь у нее история о том, чтобы пофармить лесу и чтобы желательно не трогали. А тут пока вижен на этот что-то не особо есть, чтобы на подходах прочекать такое, но я думаю, что она может держаться просто поближе к таврам, если что. Я думаю, сейчас предпримут у нас с Яхома какой-то выход, должны как-то более агрессивно сейчас играть, потому что вроде они по золоту ведут, да, вот там за счет баунтерон неплохо забранных у нас вторых, но опять же нужно усилять, усилять своих коров. Выход там под ластилера, под какой-то дримкуэл, опять же, на квапу можно выйти, спокойно ее забрать. Наверх можно опять же покоить, тянуться под стампит и ультимейт тоже сделать килл не в спорте, минут на кор позиции какой-то. Да, но здесь пока видим то, что о фрагах речи не идет, только немного фактом своего существования, Ксенькин напрягал сейчас нагу, видим то, что Фэйтбьян бегает за Рэдпандой, Рэдпанда пытается убежать, но он убежит, тут цело много людей и забыковал, кажется, здесь Фэйтбьян, и слишком зря это сделал, покричали, хотя отлично здесь сейчас помощь была от Лича, и Лич помог отойти в случае чего. Но пока щит висит, да, Квапа будет умирать, есть там еще Бласт ответный, и Носен Тусей помогает разбираться с Рэдпандой, и Опи Год достается в УА. Фэй, молодец, тоже переагрил Тавр, потому что у нее там последняя тычка оставалась, Тавр ее очень жестко вкусил, и в последний момент успел переагрить, как боты у нас действуют, да, а их вообще под Тавр не волнует, они тебе в долю секунды просто переагривают каждую тычку Тавра, их вообще Тавр не бьет никогда. Это так, ну там, благо, крипы рядом были, чтобы это сделать в большом количестве, но сейчас, видимо, что ж, здесь драка у нас получилась в пользу команды Ехоума, однозначно, 2-0 подрались, денег довольно много мидеру досталось, он это дело любит, и он хочет собирать вейло в Дискорд. Да, отличное приобретение здесь будет и под леща, и под Эмвер Спирита, который в будущем тоже какой-то демоч наносить будет, и для себя любимого тоже, то есть это штука, которая поможет много сделать. Лопатка выпала у нас для Апака, наверное, сейчас отдаст Лич, ой, еще и желешка. Хороший, тиротин предметов. Да, можно сейчас как раз и лофтилеру дать, и себе залить, да, себе залил, лофтилеру тоже залил, отлично, все выпало с одной пачки, очень круто. Лопаток сейчас тоже очень много даст, на самом деле. Недооцененный артефакт у нас. Ну, неоцененный, разве что с точки зрения того, что жмут не по КД, хотя иногда бывает такая возможность сделать. Сейчас, я думаю, что возьмет его себе Лич, скорее всего, и будет бегать копать, пытаться. Со стороны Наги пока ничего особенного по сборке нет, все как обычно, Дамьяша, скорее всего, Монта сразу же, после этого, диффуза, или наоборот, как захочет. У нас два АЛАН-поста захватили САГи в один тот же момент, как-то они очень жестко вышли, вроде два АЛАН-поста были под контролем ИХОМ, но они просто и на один побежали, и на второй побежали, и ИХОМ и без ИКСП. 150 для них исключительно, для САГов, то есть, извиняюсь. Ну, разница, получается, у нас в ИКСПе появляется из-за этого, из-за того, что 150 получили, и 150 не получили, на 300 ИКСП, ни с того, ни с сего, казалось бы, потому что просто ИХОМ как-то недоконтролили этот момент. Но, видим, то, что они давить начинают, тут уже толпа людей пошла, он заряжает себе, ретелеет пока что кентавр от тавра, и готов пушить вместе с ними. Так, там и Нага подходит, но Наги сна нет, и, в принципе, здесь особо нечего делать, разве что, просто постоять иллюзиями, как-то немного подамажить, рептайтами повыдавать. Так, там и есть молнии все-таки пока у Лайфстилера, а здесь есть Дримкоилл по-двоим, хороший, так, а дальше продолжать какой-то файт будут. Сами поняли, то, что немного ошибаются с тем, что они сейчас делают, и могут подставиться, поэтому это был просто Дримкоилл молоко. Нага здесь вроде на меде тусуется, но, мне кажется, ей нужно идти просто и треугольник оформливать, я думаю, отобьются там без ее помощи, и Рейзер, который 1600 хп имеет, и очень трудно пробить, да и Шейкер, да, с Джакирой, который с дальних дистанций могут спокойно прикрывать как раз-таки своему мидерам, поэтому без проблем здесь Тауэр, скорее всего, они защитят. Вот Рейзер уже четвертым Плазмофилдом просто убивает всех крипов чуть ли не сам. Тут фиссура третьего уровня, еще ульта есть у Шейкера, поэтому опасно туда по Тауэр залетать, можно как бы встрять на месте и хом. Там расходятся по лайнам, прекрасно понимаешь, что они Тауэр не пропушат, зря собрались. Ластилер фармит низ, Майл Штром у него есть уже, сверху у нас Эмберспирид находится, собрал себе уже урночку тоже и эту пачку хорошо тут будет фармивать. Жалко, у него нет, конечно, щита. Флэмгвардом могут спокойно побыстрее это все подфармить. Ну, к СНК, в принципе, на Эмберид так и качался всегда, это уже, наверное, игра вторая или третья, которую я смотрю именно от него на Эмберспириде, любителям этого дела. Но что, пока интересно, что он будет после собирать. Пока вижу то, что у него будет тут появляться. Так, тут пока он выкапывает, что? Боттл и Фэйзи. Да, Боттл и Фэйзи, а после этого, скорее всего, будет апать урну. СНК вообще одна из лучших четверок китайского региона, поэтому за этим парнем всегда приятно наблюдать за его игрой. И он всякие новые фишечки делает, потому что он очень часто играет на героях таких корах четверках. Вот как раз Клинкс в его исполнении я уже лицезрел. Сейчас вот Эмберспирид, который в моду вошел опять же на четверку. Поэтому этот парень умеет играть на корах. Так, у нас там пока видим то, что Ксинькио в ПВП сражался с Нагой, но Нага его, в принципе, выгнала, просто хочет попушить Тавр. Хотя она довольно опасно это делает, но видя, что толпа людей на миде, на миде уже Дримкоил прокастовался, Фэйд Бьян пытается зайти дальше. У нас на Тусей очень много ХП потерял, он сейчас может просто погибнуть вместе, если чем здесь остался. И Фэйд Бьян будет следующий. Его зацепили сеткой, ничего не вышло. В прошлый раз они хоть не умерли, а здесь трех отдали. Но не пытаюсь траться, да. Смысл за этот Тауэр драться, когда там реально три героя стоят? Ну, стой, фарми, потом выйдешь. Дождись ластилера какого-то, не знаю, что-нибудь дождись полезного, потом ты будешь выходить. Но они думали, что Кентавер там толстый с вангвардом, с охудом, что никого не пробьют, но из того, что у тебя вот лич 800 ХП имеет, там пак тоже, в принципе, не особо бояться. У тебя просто издалека закидывают нюками, и ты ничего с этим поделать не можешь. Кстати, Квапа уже с Меккой. Интересный такой у нас выбор. Ну, это будут грифсы однозначно в какой-то момент. Интересно, что дальше будет собираться как-то вот. Я даже не знаю, это, видимо, будет танк Квапа, попытка Танк Квапы. По крайней мере. Блэдмейл, наверное, было бы неплох здесь для нее конкретно, потому что все-таки не кор. На Квапе в целом любят уже Блэдмейл собирать в последнее время. Но пока видим, что это грифсы будут достаточно ранние, что позволит выходить ей. Я думаю, командой воевать противника, потому что тут довольно плотные саппорты. Это силач Шейкер, это довольно статова Джакира, сам по себе, который всегда такой был. И это все под Мекку пробивать будет не так уж и просто. Так, у нас тут Диди выкачивает дамошу к Синкью-Ксинкью, отходит на Римнанте, но довольно далеко они здесь вообще решили зайти, но очень хотят подраться, просто очень. Ну, вызывают на бой у нас Яхома своего оппонента, хотят с ними драться, прекрасно понимают, что у них герои для этой драки сильнее. Поэтому, опять же, Вейл есть, всякие разные там полезные тоже артефакты в лице там урны, опять же, Вангвард и Махут на Кентаври, который очень толстый, который может очень много вытанковывать. Nothing to say! Умирает здесь походу. Двойная фиссура в него влетела, сначала земляная, потом ледяная. Но он что-то уже не первый раз загуливает. У него конкретно перформанс как-то немного хромает вот сейчас, если так обратить внимание. Странно, конечно, но на паке у него пока игра не задается. Может, он по жизни не особо любитель паков в последнее время и не так часто его катает. Да и здесь видим то, что пак это была скорее вынужденная мера, вот как по флексе или по линиям получилось. Но как бы там оно ни было, но видим то, что уже не раз загуливает, умирает. Так, пока Фэдбен у нас половину хп потерял, потратил ульту, чисто, чтобы уйти, плохо, то, что ульту потратил. Сейчас как раз не две минуты без этого ультимейта очень некомфортно будет играть. Страшновато будет корм там на, опять же, боковых линиях. Нага фармит, Ластилер тоже фармит. И Ластилер впереди планеты всей идет. Уже есть Майл Штром. Будет, наверное, в Алибарду, по идее, собираться, да? Или в Сен-Жен-Яш. Что он там будет выходить, это интересно у нас. В Кик-Бай ничего не лежит. Мне кажется, что все-таки Саш Еш как-то Алибарду здесь Нагу попробую найди настоящую. Ну, вообще логично, да. И второго героя, которого контрила бы это Алибарда, его тоже нет. Поэтому ускорить сюда с Инжен-Яш на скорость, на резист. Да, на статус резист он здесь, в принципе, может помочь в какой-то момент, но увидим, увидим, что он здесь будет из этого делать. Нет, Алибарду все-таки интересный выбор. Ну, возможно, здесь суммарно просто, чтобы не так сильные люди пробивали. С каждого по миссу и вот уже у тебя КП-шки 200 спасено. Что-нибудь такого плана здесь задумать. Да, все-таки, все-таки Алибарда. И вот он, кстати, собрал уже 4400 голды. Я сейчас в вражеский магазин сбегать, купить себе этот талисманчик. Ну, очень быстро он фармит с Милл Стромом, в принципе, он хорошо бустит фарм этот артефакт. И он был необходим, потому что Нага, она сама по себе хорошо очень. Фармит по скорости. И нужно ее догонять и обгонять. И пока видим, что обгон небольшой, но в целом в какой-то момент Лайфстиллер, я думаю, Алибарда плюс еще какой-то артефакт, он может и подраться. Хотя и сейчас уже неплохо выглядит. То есть у него скорость атаки. Шейкер без даггера. Может стрелять. Да, в принципе, так и происходит. Сейчас притянет его Тинистер Гейс. Да, конечно же. Не успевает здесь Шейкер улететь. Это килл в копилку и хом. Да, довольно легкий фраг получился для Сайлера. Здесь сам пришел и немного подруинил Шейкер. Сейчас посмотрим, что будут делать с Ксин Кью. Он пока бежал, искал кого бы еще зацепить. Прямо по варду прошелся, но никого найти не смог. Так что теперь надо опять через Динкл попытаться выйти, возможно. Ну, продолжает агрессировать Яхомы, они как могут это делают, но видим, что просто противник не идет к ним в руки, потому что на вардах постоянно палятся у нас Яхомы. Очень крутые варды стоят у Сагов. Вся карта контролируется, опять же, и вот этот вардик на лестнице стоит. Они смог прожали сейчас на вардах. Это все видели, но здесь у нас примечательные на Наги. Там Наги, которые Слип хотят сжать и, наверное, будут улетать. Да нет, они еще, видимо, подраться хотят. Посмотрю, что... А, нет, 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 все нормально, улетает. Синькью ворваться успел, но не ее зацепил. Редпанда пока что, видим, погибать будет. Загрыз ее лайфстиллер, ну и дальше опигот, которого просто нечем подконтролить оказалось, и поэтому ТП сбить не смогли, не успели. Опасно, да, там до Чайнов осталось буквально секунды-полторы. Хорошо, что вовремя телепортнулся. Шейкер почти с даггером. У нас 600 голды у него тоже не хватает. Очень тоже такая нужная единица в драке 5 на 5. Опять же, очень я жду комбинации, да, Слип плюс, там, Айспасы, пока Булкинбаров не появилось, Слип плюс Шейкер, тот же самый, который может лететь именно хорошую поиссонку выбрать и ультимейт свой дать очень продуктивно. Нагов в Скаде будет выходить. Не первый раз мы уже видим вот эту сборку, когда Манта Стайл плюс Скаде. Это рабочий вариант. Опять же, против ластиллера будет смотреться. Ну, подапали все-таки Скаде, поэтому он стал за свои деньги немного лучше. Ну, и в перспективе все равно, как правило, Скаде собирается, на Наге в том числе, хотя не в числе первых артефактов раньше собирался, то есть, условно говоря, покупали там Диффуз, Манту, бабочку, и может быть после этого Скаде, а может быть и нет, может и Тараску собирали там по-разному бывало. Но сейчас видим то, что речь идет о размене Тавырами, возможно, хотя здесь не так сильно, что Саги давит внизу, что наверху, и Хоума немного стянули на себя внимание. Так, Рейзер бакомбэк поджал, как-то испугался, потому что он заходил в темноту на хайграунд и побоялся, что сейчас на него может какой-то Кентавер прыгнуть и просто на реакцию это все хорошо. Так он один был, все равно спасать было некому, может было легче умереть. Ну, такое, он без байбэка и обычно караются такие смерти объективом каким-то в лице там Рошана или что-то из этой серии, потому что левел он большого уже, 14-го и там секунд 40 посидел бы в таверне и могли бы забрать этого Рошана под Ластилера. Хотя у Ластилера нет никаких артефактов, но это минус армор, да, у лица там Дезолятора какой-то керас, медальки тоже нет, поэтому не страшно было бы. Ну, пока Баунтос видим, тут нас собирает потихоньку и в целом видим, что фарм продолжается. Вообще, довольно пассивная игра у нас, меньше 20 фрагов за 20 минут вышла, и в основном здесь, конечно же, речь идет о фарме и о том, как убивать на ошибках людей. И на Сентусе пока вроде как расконтроливает ситуацию, пытается успеть отойти, но сон, сон получился немного молоко. Хорошо, здесь Сипак на свою жизнь спас, еще и ультимейт вывел. Это зеленый свет на самом деле для какого-то действия. Вот действия уже Фэйдбиан выполняет, это забирает тир-2 на топе, я думаю, туда стяжку можно сделать, опять же, телепорт можно на аванпост сделать. Пластеллер тоже с Мидом может стянуться, и этот тир-2 тавар можно забрать спокойно, потому что самое опасное, что есть сейчас у Сагов, это сон. Ну и шейкер, который в принципе плюс-минус по таймингам должен быть с даггером, но его нет еще до сих пор. Сейчас, я думаю, ему даст, да, Рейзер возможность этот даггер добить, но и даже после этой пачки даггера все равно не будет. Да, пока видим то, что он взрывается на OP, подконтролили его, а если еще чем продлить себе контроль, нет, нечем, поэтому Сайлер просто отходит, пытается теперь не подставиться под сетку, сетка есть, Рейзер в принципе тоже у Лайстилера есть, с другой стороны Дримкоил есть, который по Диди поставили, а у Диди что-то по БКБшке откатилась, откатилась она, поэтому здесь видим то, что уходит у нас команда Ехом, вроде как без потери должна это делать, и они просто не хотят драться еще. OP, так, теперь грызут, нормально. Да, видим то, что Клопа пробивается неплохо, так там Фисты пока что гуляют, но черенами не так хорошо все сложилось, тех СЛМ, не очень хороший по дэмэджу, и так бы кричала Клопа еще сверху, ну как-то все достаточно фуловые, не считая Ксинкью, то есть тут убивать... Умрет только Лич, по идее. Лич, пока что его зацепили, Идбо не разошел. Да, но видим то, что OP пытается его добить, хотя бы с ним разобраться, с другой стороны драка у нас продолжается, OP по-прежнему рискует жизни, OP по-прежнему мог бы умереть, не забрав Лича, но все-таки Лич погибает, а OP пока что жив, размины будут ли какие-то, Сайлов по-прежнему фуловый, и нужна какая-то помощь, нужна просто помощь, не хватает контроля, уходит из них здесь все ребята из Сагов. Нас Энтусея еще законтролили, его сейчас убьют, он ничего не сможет сделать, но есть инфиз-бомбы, и подходит тот Диди, Диди надо добивать, да, его добивает Сайлов. Подходит фуловый, который Реген нашла, очень круто, и повезло ей, то, что она это сделала, и сейчас будут добирать, здесь Кентавра будут добирать, Ластилер тоже, без Рейджа, без всего, никуда она же отсюда не денется, и зря на самом деле пошли, у нас Ехома вперед. Очень круто все сделали, как же круто зашли Грифсы, потому что один удар оставался, да, по Квапе, и я там Лич с Апаком должны были забирать, прожимает Грифсы, убивает Лича, блинкуется на речку, находит Реген, это очень много времени тратишь на как раз-таки Queen of Pain, из-за этого драка идет уже не по твоему сценарию, и вот дальше продолжает тоже напрягать, опять же, тут Лич, опять же, Квапа напрягает, выбираешь, де-факто, просто другой. Да, тут вообще, ну, особо люди не умирали, то есть вот только под конец Разора получилось забрать, а так все очень хорошо себя чувствовали, там Квапа все-таки была в Рейнже, какой-то Реген давала, когда драка основная шла, ну, и себя действительно спасла, убив время, но по сути Лича еще там плюс кто-то ее убил, по-моему, плюс Пак, и это все сказалось. Мич Пак, да. И что по итогу, у нас файт проигран Ехомами очень сильно, хорошо бы устанулась вот так вот Нага, и нужно что-то делать, потому что демо же просто не хватает. Казалось бы, дискорд, казалось бы, куча контроля, но они просто пережили весь этот контроль, переждали его и дальше сломали лицо Ехомам. Все, им, возможно, просто не стоило так давить драку, вот как-то зря пошел туда на Сентусей. У них плохо драка прошла, из-за чего? То, что вот они бежали от Тир-2 Таура до Баунти Руны, да, верхний первый, и они бежали, бежали, бежали и откидывались ультимейтами постоянно. То Лич кинет ульту, то Пак там поставит Dreamcoil на одного Рейзера, просто чтобы герои отошли, то Кентауэр там Стампид прожмет. В общем, они все ультимейты свои потратили в молоко, а дальше решили подраться без них со своего хайграунда, ну, там уже не прокатило, там очень хорошо. Подвезло здесь Сагом, да, то, что Эквапа выжила. Да, хорошую фиссуру закрыли, теперь надо было как-то его цепануть, но нечем это сделать, но напугали его однозначно здесь, Ластилера. Так, Синкью зацепили кончиком Айспаса, подышали на него, ну, и он тоже здесь пока не особо готов умирать, он просто уходит отсюда на ремнанте. Что будет собирать у нас вообще здесь кор-часть команды и хом? Вот вижу, Аганим у Пака есть, но это, в принципе, логичное решение. У Ластилера будет Кираса, все довольно обычно для него. Не знаю пока вот насчет Татали Барда, на мой взгляд, сомнительной ценности артефак для него получился. Да, можно было вообще в какой-то радик выйти, на самом деле. Угу, с теми же успехами на Месы и плюс против иллюзий. Или Мьолнир сразу. Тоже смотрелся бы. Ну, Мьолнир, я думаю, рано или поздно будет, возможно, даже после Кирасы сразу будет собирать, но конкретно Хиланс Халберт. Ну, ладно, есть и есть, посмотрим, как он сейчас будет с ним работать. Но в последнем файте там не сказать, что что-то такое особенное было с ним. То есть, по факту, это не мешает Разору выкачивать демэдж, а для Разору выкачивать демэдж как-то несколько важнее, чем потом бить им. Потому что Ластилер без урона с руки он не делает ровным счетом ничего. А Разору у нас с ульты, может быть. А, у тебя Рейзер-то и не бьет. У тебя сам Статиклинк бьет. Рейзер-то не дамажит. Не, ну, просто так как выкачать демэдж, я имею в виду, что побить потом с заряженной тычкой, что ему, в принципе, не обязательно бить. Ну, это да. Но он за время Статиклинком бьет. Статиклинком самим. Это да. И у него есть вот этот демэдж, у него есть демэдж с ульты, просто даже вот если он будет какое-то время в бессилии, как-то переводя на русский язык. Так что вообще как-то плевать на этот Каванс Халберт. Ну что же, Кирас появляется, так что в целом это плюс буст для команды Ехом. Буст есть, да. По деньгам не проигрывают. Одна нага фармит и три хороших нетворса на самом деле имеют у нас Ехомы. Что Кентавр, что Упака, что у Лайфстилера. Есть Аганим Упака, опять же. Им нужно как-то подраться, вот хорошо свои заклинания прокастить. Но как ты подерешься, когда нагу очень трудно пробить, она опять же слип закастует у Рейзера. Так, 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 там напали на Сентусей, его просто накрыло, здесь ничего на него не пожалели, был и Эхо Слэм, и еще и Макропиру закастили. И что, выживет? И выживет! А, выжил! Красавчик, вот это сейчас хорошо было. Как он так выжил вообще? 1900 хп. Ну, вовремя шифт нажал, получилось у него. Так, а там у нас тем временем еще по Т-3 вышку уже крипы подходят, и придется идти отпушивать. ОП год решил этим заняться, но у него... У него спиритвесел, кстати, в планах, я видела, что хут он собирал, но я думала, что он после этого будет выходить в пайпу. Так, 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 нападение, инфест, бомба, пришла сюда, ОП. Пока что еще живой, но ненадолго, он погибает, а вайбек у него нету, два телепорта есть. Шейкер как сейчас ворваться может? Шейкер может ворваться, ульты у него, правда, нету, но пока что видим то, что врывается он Фейтбьяна, но Фейтбьян терпит это все как может. Чайник полетел, Чайник полетит сейчас еще, Диди должен погибать тоже, выкачивает демош как может, но это совершенно не помогает. Прожимает он БКБ, и все-таки Кентавра продали. Ну все, как-то здесь даже трудно сказать. Трешку на трешку. Ну и БКБшку еще из Разора выбили, а тут чем, короче, БКБ, тем лучше ситуация для Ихоум. И пока это первый БКБ, правда, Нага здесь вообще не факт, что его собирать будет. А вот конкретно для Разора это все потом в будущем скажется. Пока ровненько идут, абсолютно ровненько. Вроде у нас Нага фармит, но чем ответить на нее пока есть. Ну согласись, что здесь у нас все-таки Саги как-то лучше себя показывают, чем тот день предыдущий, который мы смотрели на них. Бесспорно. Здесь бесспорно, но все равно. Но они еще здесь не выиграли. Нага вроде выфармливают, но пока не деменит. Ну по крайней мере кнопки нажимают, а мы так далее вот это вот все. Так у нас лай. Видимо, то, что чуть был не застрял, но фиссура легла не так уж и хорошо. Тем более, что ксенькюту с другой стороны начинает немного гадить им. Есть силу септер. И как-то улетать на ремнант. Скорее всего, у нее что-то должно быть на отходе. Да, есть ремнант на отходе. Пока что еще вперед Сайлор врывается. Там пак что-то пытался пакставать. По иллюзиям работает пока что Фейт Бьян. Этого маловато. Там нас Натусей пока что продолжает ремкоилом контролировать. Смотри, какой спас сейчас будет. Ну-ка, дай-ка. Ой, хорошо, хорошо покричать. Туда очень много дэмэджа. Сайлор тоже будет отваливаться у нас. И они ничего не могут против этого сделать. Слишком много контроля, слишком много макдэмэджа. И Фейт Бьян будет следующий. Пока что Диди, видимо, у нее дабл дэмэдж, у нее заряженная тычка. И он это все дело показывает. Показывает прямо на Фейт Бьяне. Слушай, отличная драка. Сейчас нужно забирать Т2 на миде или даже на Рошана пойти. Хорошая комбинация. Да, не успеет здесь цепануть уже у нас. Эмберс перед тем. Но на Рошана нужно выходить. Как же Грифсы много дают. Иллюзии Наги живут. Нага сама тоже ее очень трудно пробить. Хороший рген ей предоставляется. Ну и Рошана, скорее всего, будут отдавать. Да, вряд ли что будут. Влетать ребята из их ом. Это Айгис к Наге. И можно идти Т2 забирать на миде, на топе. Опять же, да. Лишние денежки для всей команды. Поэтому очень важный. Надо лишать вообще Кангерселера, чтобы он не фармил. Поджимать. Поджимать по Таврам уже пора. Причем вот видим то, что тысячу раз заходили Ехомы на топ-линию. И все это заканчивалось только тем, что они забрали Тавр там спустя сколько? Минут 10, наверное, попыток его сломать. Ну, долго, да. А на миде вот это тоже состояние на миде, когда тир-1 Тавр стоял. Сначала они зашли, умерли. Потом со второго раза получилось. Да, какая-то у нас Глиберда получилась в этом плане от них. Ну что, идут, да, идут. И видим, что как-то у них теперь уже ни крепости не хватает. Хотя, казалось бы, тут Кентавр работает на этот счет. И Кентавр тоже решил Алибарду собирать? Интересно. Интересный расклад вообще против... На каждую иллюзию по Алибарде? Или как это будет? Ну, видимо. Я тоже не понимаю, на самом деле, почему так сильно рейтят. Они конкретно здесь. Но вот Мельнир на лайфстиле смотрится перспективнее. Мы видим, что он сейчас будет это дело собирать. И там, возможно, от него демиджи появятся. Но даже не в демидже проблема, а в том, что его все-таки пробивают, когда рейдж заканчивается очень быстро. Думаю, ему очень хочется какой-нибудь Минотауэр Хорн что-то из этой серии. В четвертом тире. Да, но до этого четвертого тира еще дотянуть надо. Тут можно, к сожалению, слишком много успеть к этому моменту потерять за 7 минут. Потому что все-таки Аегис реализовываться сейчас будет. Но этот Лич вынужден был кинуть ульту, потому что Нага шла уже убивать его. Гем у него появляется, кстати, у Вая. Сейчас нужно будет разминировать все варды, которые поставили у нас агрессивные саги в их лесу. Ну, вообще, да, тут довольно опасно сейчас может ситуацию создать с этим гемом. Но пройтись, подавардить по своему лесу, чтобы хоть кто-то мог как-то фармить, это обязательно. Потому что у них все-таки слишком формозависимые персонажи. И тут у нас Лайфстиллер, кстати, уже в 20-м. И он взял уклонение еще и на 20-м. Плюс к своей лебарде, которая тоже что-то там дает. И с лапками ходят, с полученными лапками. Что там у него вообще в этом тире есть еще? Есть Enchant Quiver, который пока никому не нужен, никто его не берет. И Titan Sliver, очень хороший предмет, на самом деле, для Сайлора, мне кажется, здесь получше лапок. Ну, пока он, да, Spider-Lex пытается уходить. Ну, Spider-Lex, видимо, чтобы статиклинк рвать. Он для этого его берет. Да-да-да, на скорости просто вылетать и все. Тоже неплохая задумка. Опасный здесь Ember Spirit сможет на Юл встать какой-то. Не на Юл, на Ice Pass. Нет. Ну, готов. Сначала Ice Pass кидать, наверное. Потом уже делать раскаст. Ну, все равно, с вами бы не забрали его. Да, тут пришлось бы очень много усилий приложить, но по итогам Агропиру потратили. Но ее не так жалко, потому что она довольно быстро откатывается. И что теперь у нас? Пока время довольно быстро идет. И не реализовывается Aegis. Синкью. Юл Септер. У него в этот раз ремонт открутился. Еще один. Ну, все хорошо. Ушел на хайграунд к себе. Ну, и надо отдавать и два вышку здесь за нее воевать. Вообще никакого смысла нет. Но она очень неплохо держится под читом Лича. Под Багдором тем более. Но теперь после этого Глиф. Сейчас падет. Глиф сейчас падет чит Лича. И на самом деле тут Разор еще Ганим появился. Это тоже очень плохо для строений. Быстро ломается это все. Айс-Паас. Девает уйти. Ну, а в целом здесь просто пока на контакт вообще не идут и хомы. Они просто принимают свою судьбу. В целом еще одна внешняя вышка осталась. Ее надо бы сломать за Aegis. Но что по поводу драк пока еще вообще не ясно. То есть, видимо, то, что Нага близится к супер-башеру. У нее уже есть обычный башер. И Abyssal Blade тут потихонечку напармливается. И есть еще и Манки Геймбар как ответка на Нагу и ее бабочку уже собранную. Ну, Нага, наверное, тоже придется бабочку делать. Хотя, она может просто массой задавить. Количеством тычек. А не их качеством. Я думаю, да, так и будет смысл и какую-то кабачечку делать. Думаю, она в супер-башер, потом... Разве что Рапиру, да? Рапира всегда, да, котируется. И опять же, работает хорошо против этих весов. Успокоилась у нас игра. Ну, уже Aegis сейчас закончится. Да, через 20 секунд. Так что, в целом, будет у нас, скорее всего, комната ожидания просто следующего Рошана. И все. Что у нас NFS-бомба побежала куда-то? Да, так сказать, одна из редких NFS-бомб, которые мы можем видеть в этой игре. Мало они их делали. Ну, они не контролят карту, поэтому у них с этим есть некоторые проблемы. У нас там на топе два вышка забирается. к Синь-Кью, хочет немного потянуть время. И делает это, придя сюда. Вот и минус Aegis. Все? Таур быстро падает. Устанило, прям, очень круто. Хотелось бы, конечно, какой-то дизольчик на кого-нибудь там типа Разора, но он здесь совершенно на другом. Просто заходит на хай-краун без Aegis, безо всего. И как же быстро, действительно, здесь Нага это делает. У нее очень хорошая скорость атаки, у нее очень много деммжа с руки. И побила, снесла ни с того, ни с сего пол-тавора, зайдя сама на хай-граунд. И ушла. И никто ничего ей не сделал. Кримсон пришлось прожимать аж. Кримсон невелика, да? Смотрим. Дофармливаются артефакты у нас в саге. Хотя они ведут всего лишь две тысячи. Ты чувствуешь вроде их доминацию, да? То, что не могут их Ома против них браться. Но по фарму-то ровненько. Ну, здесь, по сути, мы видим то, что очень сильно стоит по фарму относительно Наги. Все остальные Нага реально успевают прям полкарты выносить и всем остальным денег из-за этого давать. Не в таком количестве, которое он сама получает. И вот, видим, у нее 25 тысяч нетверс, она обходит на 6 тысяч лайфстилера. Ну, вот, по сути, вот этот Супербаш. Все. И она сама будет делать Кирасу. Да, Кираса, кстати, отличное решение для того, чтобы хайграунд еще быстрее падал. И там, условно говоря, и люсками можно будет уже тогда подпробивать как-то, не заходя самой. Тоже будет дамаж довольно приличный. Силара просто подвезли на такси у нас в сквертной линии, высадился из Кентавра, подфармил пачку. Сейчас подспайдер Лекс еще пытается леса тут подфармливать. Хороший Вардик вот здесь стоит у Тум Сагов. Да, они все видят сейчас. Контролирует он эту ситуацию и на самом деле могут выйти на Лайфтилера, поймать, попытаться как-то его поймать, но пока не хотят. Я думаю, они очень хотят на хайграунд зайти. Вот, смачок как раз, да, и выход, попытка поймать здесь может быть даже Фейдбиана. Будем смотреть. На самом деле, вот самая большая проблема Инфестбомба в том варианте, который она есть у Холма по жизни, то, что пока гуляет Лайфтилер в ком-то, он не может фармить, и вот он время теряет какое-то. Да, у него и так с Нетверсом видим то, что все незамечательно, а он еще и так вот упускает возможность пофармить лишний раз. Какую-то драку здесь хотят уже навязать саге, и пока видим то, что они выискивают по лесам и по полям кого-нибудь, и Фейдбиана вроде как там где-то уже заметили, но он спрятался в лесах. Магропиры не попали, не те деревья сломали, и все, все закончилось. Они прочекали место, где он только что был, он оказался в другом месте, и когда они пошли в другое место, он блинканулся в то место, где они чекали. Майнгеймс. Я думаю, он этого не ожидал сам. Варди хороший поставили сверху, да? Ну, опять же, вот эти леса просвечивать, кентавра там искать и так далее, искать этот сплитпуш противный. Как же я ненавижу Альянса в свое время, что они его придумали в 2013 году. Рано или поздно это должно было родиться, то есть, они все время поумнили. За счет этого сплитпуша они, в принципе, и доминировали на протяжении всего сезона. Да, да и в целом, помню, как Нага, раньше она тоже была гораздо больше сплитпуша противному такому. У нее иллюзии жили так же долго, но при этом они гораздо больше деможа наносили. Я помню, что не раз видела какую-то игру, даже вот китайские игры, вот не какие-то вот даки, года там типа 14-15 вспоминаются, как Нага прожимала иллюзии, запускала их на хайграунд, и пока их всех убивали, она там процентов 10 тавра ковыряла. И так раз за разом заходила, ковыряла, заходила, ковыряла, заходила, ковыряла. Ты ничего с этим не делал. Вот. Здесь Нага в целом, видимо, то, что она тоже хороша. Потом иллюзии стали какие-то слабенькие по демеджу и гораздо меньше жить, но такое уже проворачивать было труднее. Нага всегда контролирует в Ластейлеру была, она ее просто съедала. Сетки все по блокинбару, потом сама по себе сильная. Magic Lamp для КВП выпадает, четвертый артефакт четвертого разряда. Мы там, чего я забыла, Рога Минотавра ждали для Лайфстилера. Но вообще, мы здесь, вот на самом деле, наверное, лучше с лапками оставаться, потому что, если у него там же начнет выкачивать Сиразор, то некому вообще будет дамажить в файсе. Там ничего полезного нет на самом деле. Фликер, Нинджи Джир, ну, Титан Сливер, да, осколок можно взять. Вот это единственное, наверное. Но все равно этого не спасет вот в этом проблема. Не спасет, да. А Трейзер он хорошо на этом в спиде летает. Поэтому лучше, наверное, со Spider-Lex. Смотрим? Да, будем смотреть, как у нас тут Рошан будет появляться у нас дополнительного времени. Сколько? 44 секунды. Он вообще долгий был, там, по-моему, две с половиной минуты. 40 секунд осталось, 35 уже. И смачок, как раз таки под этого Рошана пытаются выйти у нас Яхомы. Я думаю, сейчас что-то из серии такого же смока, да, из-за этого у нас Саги и выход. Лавсиллер БКБ прекрасно понимает, что после рейджа, да, его очень быстро фокусят, и поэтому вынужден был собирать себе блокинг-бар. Ну, хотелось бы, конечно, здесь и дофармить все-таки Мьельниру, но собрал МКБ, игнорируя Мьельнир, и он теперь сейчас из-за этого может немного поседать. А шляпа глупца у нас появилась, так, подождите, пока что нас пытались зацепить пак, он с ее диском, и он диск сработал, и он уходит отсюда. Все нормально для него. Так, кто у нас шапку-то возьмет? Интересно. Хороший предмет. Нет, пока еще никто не берет, хотя мне кажется, что может уже отлипнуть немного от лопаты личи, хотя бы там свапать местами ее с каким-нибудь еще предметом в принципе той же шапкой. И там мана хватит на прокасты. Хотя нет, не особо у него хватит маны, у него маловато что-то как-то, поэтому он только просадит из-за этого. Так, Диди прожимает БКБшку, это уже была у него 5-секундная БКБшка. Грустно для него, конечно, это. Хекс у КВП очень важный сейчас артефакт на данной минуте. Вот он, этот Хекс, вот он. Так, гриф есть, хорошо, очень много дэмэджа по Феликсу пошло, Феликс сейчас должен погибать, не успев ничего, загастовать, и байбэк у него тоже нет, ООП, следующий на очереди, он, Дримкойл очень сильно его держит, но он успевает уйти на очень-очень лоу ХП, но больше нет у него никаких грифсов для того, чтобы покастовать, Салэк прожимает БКБ, вот это неожиданный поворот, но сейчас видим то, что дэмэдж все-таки и ульту лич не кинул, и Шейкер ульту не кинул, в общем, остались на равных, да, при своих. Сейчас Рошан, интересно, как-то вот попытается ли просто на морозе зайти саги и забрать его, или нет? Я думаю, вряд ли опасно, на самом деле, потому что им хомы могут дать отпор, потому что у них там дэмэджа хватает, опять же. У пака пятый догон, да, это больно под Вейл залетает, можно как бы не рассчитать свой ХП, случайно получить его в лицо, опять же, там Раскаст хороший, и Лич, и Мимбер Спирит, Мимбер Спирит Лоту собрал очень вовремя, опять же, сетки эти снимаются, ноги сирены. А у Наги уже появился Блаторн, очень дорогой артефакт, решил себе позволить. Да, она решила собрать Блаторн, потому что не ожидала, что Ластилер будет собирать Блокенбар, и то, что после Рейджа держать его в Сайленсе, а Ластилер хитрый парень. Переиграл и уничтожил, да? Я вас уничтожил. Мы посмотрим сейчас, как уничтожат или нет, теперь с этим всем у нас, но потому что пока 10-секундная БКБшка у нас ушла в, ну, в отход, по сути. Силар, 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 успевает речь прожать. Успевает все это дело прожать, уходит пока что на Рейджа, и все нормально, пока помощь есть для того, чтобы стянулась команда, команда подтягивается, к Синьки у него вроде как есть еще чины, нужно выдавать их, привязывает, и Силар должен уходить теперь, если к Синьки продадут, это в принципе не страшно, Силар решил подраться, нужно Диди как-то пытаться выходить на него, пока статиклинка у него нету, и пользуется этим случаем, пока что лайфстилер, но Диди не проедается, слишком много у него ХП, слишком много у него оригена, Ксиньки дальше врывается, в ОПЦентр файт, еще оказывается Фэдбиан рядом, там еще и Дагона гуляет, но ОП по-прежнему живой, по-прежнему живой, и все нажал для своей команды, но теперь дальше у нас будет Ксиньки пытаться подрезать кого-нибудь, и он хочет подцепить саппортов или ОП, ОП подцепили хорошо, тут на ремнантах бегает Ксиньки под Агонимом, прям очень много у него скорости передвижения, и погибает уже Нага, погибает у нас ОП, и Диди должен будет тоже умирать, и вот Сайлор грызет, грызет, и Алибарда вот сейчас видим то, что немного пригодилась, хотя, кстати, Клим через 4 секунды может немного спасти его жизнь, и пытаться, нужно уже будет через Маг про Кастло забирать, ну и так, справились, что ж, минус 4 в размин на 1 Кентавра, это фри Рошан для команды Ехом должен быть. Очень круто подрались, на самом деле, и вот Нага уже не выдерживает, на самом деле, у него вроде 3, что-то хп, ну, возможно, на самом деле, потому что очень жесткий и магический рассказ дает, на него прыгает пак, и снимает ей чуть ли не треть здоровья, там, а то и больше, и Ластилер ее сгрызает под Манкинбаром и Мьелниром, он сразу ее находит, моментально опять же, потому что молнии летают куча, и он ее пробивает, он ее реально пробивает, можно было бы, в принципе, и Тараску, которую для нее периодически делают здесь собрать такими темпами, но... Шейкер! хотел своровать, попытаться через ульту, а Игс... Шейкер еще, вот, ни разу не урвался, на самом деле, с ультимейтами, именно красиво, чтобы он кого-то там проконтролил, очень хорошо кайтит по драке у нас Яхома своего оппонента, и Шейкер еще на минуту отправляется у нас тоже. К праотцам! И это, в принципе, зеленый свет на рампу? Ну, вообще, посмотрим, потому что, да, без Шейкера здесь мало возможностей у Сагов дефтиться, но Нага скоро ресница, но, видимо, все равно Сайлор уже готов идти. У них Кираса есть, атаки хорошие для Лайвстиллера, и поэтому сейчас Т3 вышку они точно успеют сбрить. Йо да. Ну, я думаю, Нага тут одна не справится с Квапой, с Джакиром. Тауэр должны уничтожить, хотя нет, просто отойдут на рынок. Тир-2 еще снизу стоит, на самом деле, вот этот Аонпост тоже нужный. Тоже можно его стереть. Тут уже пак идет на раскаст, его ловят на Супербаш, район диск срабатывает. Как же он? Спасает положение Айон, действительно. И что ж, подсевили его еще немного Глимером, и все закончилось хорошо. Это минус возможность для убийства, для Сагов. А они вот после этого файта чуть-чуть контроль над картой все-таки потеряли, хотя не сказать, что для них там прям все кончено. Еще один Лотус будет у нас. Так, Лидиан сейчас можно законтролить. Да, на Нагу влетает. Что там по Инфесту? Нет, не будет Инфеста, пока что просто контролит Нагу, а Нага с Сном. Но есть у нас у Сайлера БКБ, да, и он прожимает это все дело, и видим то, что пытается уйти. Пока что уходит. Врыв, есть. Ну, БКБшками разменялись просто, и Сайлер тоже, в принципе, готов к такому раскладу. Для Сайлера просто приятно, то, что даже 5 секунд, но БКБ для него уже очень много, с учетом суммарного количества иммунитета к магии с рейджем. Да. И Нага-то очень быстро падает еще, оказалось. Посмотрели, что ее, если накинуться, ее очень быстро разорвут. И Иллюзия не проблема. Лассилер Иллюзии съедает, Пака Иллюзии съедает, тот же самый Эмбер Спирит, постоянно вот этими своими ремнантами, чейнами и фистами, просто постоянно находит настоящую Нагу, и она не в безопасности себя чувствует. Вроде у нее 6 слотов, но прямо она не вызывает какого-то, знаешь, такое доверие, не вызывает доверие, не показывает прям какую-то жесткую силу, то, что вот я 6 слотовый Нага, сейчас их убью. Ну, она сейчас к Синхью чуть было, не убила, но к Синхью... это четверочка. Да, четверочка во-первых, во-вторых, очень трудно зацепить в одиночку, он ей слишком мало одной сетки будет. И пришел, да, Раддинка делать. Врадик, перебил тебя. Врадик решил выходить, тоже, в лейт, опять же, лишний дэмэдж по иллюзиям. Так, там, кстати, Нага еще взяла тоже уклонение, если на 25-м, так что она тоже тут у нас вся об уклонениях этих. Тир-3 падает снизу, просто на халяву. Просто на халяву забрал, сейчас может впать какой-то будет, Сайлор, он пытается разорвать статиклинг, 95 дэмэджа у него откачали, но в целом у него еще есть чем подраться, поэтому он не так сильно боится, плюс он, Йольнир все-таки допармил, у него теперь есть маг дэмэдж в хорошем количестве. Да, рейнджевой барак, Каскар будет доволен. Так, видимо, то, что нас подбивают, Диди, но нет уверенности, то, что они уйдут добив барак, поэтому, конечно, надо бить не регенящихся. Сайлор, МФС нажимает на крипа, пытается отойти, крипа выбивает, но здесь, в принципе, вся его команда, так что это просто кайт на все, что можно. Иксин, Кью со спины, там хотел кого-то с контролем попытаться, рейзер чуть не щелкнул на самом деле. Чуть было, да. Щелкнули. Ну все, фриз страна, тут еще и тратится на это все дело у нас с регенчик, да, таворов, и реперки, это явно здесь не хватает. Хотя тянется время неплохо на казарме мечников, но придется теперь уже как-то рвать с этих линк. только 46 дэмэджи, это отличная история для Сайлора. Есть сон, но Сайлору самому плевать, он пока башка прожимает и не чувствует совершенно никакого импакта от этого сна. И Редпанду пытается закрыть, чтобы не было ничего от Джакира. И Джакира выгнан, поэтому сон получился без контроля последствий. Выкупается Джакир, попытается что-то сделать. Хорошо, ворвался в этот раз, Шейкира, отличная работа от него была. Дальше УП выдает свой маг дэмэдж, и кажется, тут Кихомы немного далековато зашли, хотя Егис выбивается. Только сейчас Сайлору встает из мертвых и будет пытаться отойти отсюда как может. Отойдет Ли, вопрос еще хороший. Пока что видим то, что прижимает Рейч, и это будет для него шанс выйти из файта. Все живут. И сейчас можно на развороте еще как-то попробовать, потому что блокинбаров нету, Трейзер тоже без блокинбара. Отлично, еще на развороте. Здесь Нага пытается жить. Как может, да. Это минус Нага, это минус Джакира, это минус Шейкер, и, скорее всего, это минус Строн. ГГ пишет у нас, ребята, из САГ. И вот такая, на самом деле, странная игра. Да, тут, по сути, большую часть времени это доминировали именно ребята из САГов, но закончилось это все фатально все равно. Это был просто, конечно, невероятный от них мув, но они смогли выиграть одну драку, и, по сути, выиграв Рошана и игру взяли. Все. Хорошо сплитили, на самом деле, хорошо растягивали по карте, очень хорошие макро у нас продемонстрировали ребята из Ихом, и ничего не смогли с этим поделать, потому что Нага Сирена, она вроде сильная, но она сильная в какой-то один, в определенный момент, когда ты можешь реализовывать. Чем дальше в лейт ты заходишь, тем этот герой становится все слабее и слабее, в принципе, чем у нас доказали ребята из Ихом, что пак против нее уже хорошо работает, опять же, с пятым догоном хороший выбор, что лайфстиллер, да, при артефактах ее просто съедает, и, опять же, кентавры, эмбер спирит, это все очень круто против нее работает. Поэтому не дотянули, не проработали свою вот эту комбинацию, опять же, сон там плюс скиллы на какой-то определенной минуте, и проиграли. Да, тут БКБ подруинило эту комбинацию, все время видим то, что она там уже дальше лайфстиллером разрывалась, чтобы нельзя было ничем продлить. Но вот первая карта у нас досталась команде Ехомы, и дальше мы будем после небольшого перерыва смотреть, как у нас будут Ехомы продолжать, получится ли у них 2-0 забрать, или все-таки Саги поборются. Но они явно лучше стали сегодня играть, поэтому будем надеяться на то, что они покажут борьбу.